всем добрый день продолжаем рассматривать расчет системно-польного отопления ну и давайте рассмотрим второй вариант а именно тот случай когда у вас будет полностью занимать раскладка трубопроводов теплого пола всю поверхность то есть в предыдущем случае было 17,6 ну а здесь возьмем 5 на 5 25 квадратных метров я думаю места хватит для того чтобы провести транзитные линии к каждому контуру ну или попытайтесь разложить их так чтобы транзитные линии не мешали основной раскладки теплых полов так ну и вот я сохранил второй вариант так выделяем теплые полы ну и 17,6 меняем на 25 так вот мы поменяли ну давайте почитаем сколько у нас ошибок будет данном варианте так ну здесь опять тоже ошибки которые можно поменять очень быстро то есть не существенная и существенная так ну и действуем опять тем же самым принципом выбираем самый неблагоприятный нагревательный прибор напольный а это именно нижний этаж так 21 градус под ним минус 8 так температура в подающем магистрали 45 можно 50 сделать 55 то есть смотрите лекции на данном канале то есть они представлены и там основные моменты разобраны почему зачем и для чего так ну и здесь тот же самый принцип то есть нам где-то нужно возместить там около 2000 плюс минус там 200 условно там есть 220 и 1900 чем-то но 2000 практически так ну и вот мы видим то есть при диаметре на 20 на 14 так шаг трубы меняем то есть мы смотрим что у нас меняется следующую трубу так опять шаг меняем то есть увеличение уменьшается с уменьшением уменьшается с уменьшением увеличивается но тут тоже есть момент видите длина увеличивается ну и потери давления могут быть такими большими что возможно неадекватная работа арматуры мы поступаем тем же самым способом что было в предыдущем варианте а именно берем калькулятор 25 у нас квадратных метров есть умножаем на 100 ватт с метра квадратные это идеальный случай но берем реальный то есть 60 80 ватт берем середину вы можете поинспериментировать взять другие варианты то есть получается 1750 так берем помещение так ну и меняем на 1750 то есть при данных вариантов вы сложно найдете оптимальный вариант именно то есть знаю правила по теплым полам так вот все мы сделали ну давайте еще раз почитаем что у нас там за ошибки будут так уже уменьшились так сделаем следующее то есть изменим давайте сразу же здесь поставим как в том варианте мециду 10 кило паскалей и посмотрим что у нас произойдет ну вот мы уже и к окончанию так ну и здесь у нас две ошибки похоже то есть здесь и здесь давайте посмотрим результат ну то есть мы закладывали что 120 метров длина бухты ну а в двух местах получилось 125 поэтому поступаем просто пока то есть либо набором либо взять окно диаметры тут указаны шаг диаметры стоят поступим просто увеличим длину так там хоть длина то было написано 125 но плюс еще транзитная от линия до коллектора поэтому показала что превышает длину так а мы сделаем следующее то есть еще раз повторяю либо добором либо искать бухту длиной давайте 150 возьмем так я закрыл надо было то же самое во втором варианте сделать потому что один на втором этаже находится так ну и давайте посчитаем в очередной раз ну и что требовалось доказать так сразу хочу сказать что после я считал это был бы еще не окончательный расчет я бы еще может быть поэкспериментировал диаметрами и шагом но это уже было бы улучшение то есть ну и был чем может быть пожелание заказчика то есть ну а в данном варианте то есть я принцип показал как считается при двух вариантах то есть при 17,6 ну и при 25 квадратных метров когда заполняется у нас система раскладки трубопроводов напольного отопления ну и везде настройки больше двух то есть все я благополучно сделал в первом приближении еще раз повторяю то есть если бы я дальше считал то есть я бы может быть улучшил результаты для того чтобы в последующем отдать заказчику так вот все что касается примеров расчета системы напольного отопления то есть здесь уже при 25 квадратах уже ближе к расчетным значениям и тут уже незначительные ваты здесь можно даже ввиду того что наружная температура минус 3-4 градуса в данном примере бывает не всегда раз там в 5-6 лет а в среднем температура где-то минус 25 бывает несколько дней а так средняя температура минус 5,6 ну там имеется ввиду в отопительном периоде поэтому возможно что в этом варианте то есть система напольного отопления то есть может существовать в нашем районе строительства если у вас есть такие большие площади правда есть еще один момент это мебель то есть ставив мебель на поверхность вы отсекаете тепловой поток часть не весь а часть теплового потока то есть он снижается ну и в последующем может ощущаться переохлаждение ну и может быть даже испортится по мебель который вы ставите так ну вот все что я хотел показать в данном видео я показал всем спасибо за внимание кому было полезно удачных расчетов ну и до следующих встреч до новых видео по системам отопления до свидания и и и и Продолжение следует...